Так, и что у нас тут? О-о-о! У нас с вами сегодня такая стадия групповой... Ну, такая стадия групповой... Феррел поддержал ваш канал на 179 рублей и сообщает Поднимаю Мичеладу за победный трай за Варкрафт Спасибо, Феррел. Спасибо большое. Не знаю, что такое Мичелада, видимо, какой-то напиток Сегодня играют люди за право выйти из группы на втором месте То есть мы сегодня смотрим финал нижней части сетки Неимпровизированные реальные сетки внутри группы И Дайс с Джонни Кейджем сейчас борются, собственно, за квоту Дайс сразу играет через Панду Ему за это, безусловно, респект Панде, кажется, 1-1 добавили Силу и Инту Ее там еще раньше резали по... И добавили ей кап По количеству суммарного урона, который наносит с дыхания Вот, но... Но в целом у нее второй скилл... Он взял пассивку, на самом деле он будет качаться через 1-1-1 А пассивку он взял для того, чтобы было больше урона И она лучше танковала сейчас Вот, Панда один из моих любимых героев, на самом деле Потому что... Ну, в свое время она была недооценена, естественно, как обычно На самом деле Панда хороша Та же самая пассивка, как уже неоднократно говорил Я... Она лучше, чем и криты Блэйдмастера, и у ворот Димки Она, собственно, дает немножко того, немножко сего Но суммарно получается, что она дает... Ой, какое окружение прекрасное Джонни Кейджи Он будет качаться через 1-1-1 Я уже вижу, что он взял второе дыхание все-таки Поэтому... Поэтому очевидно, что нет Ну, типа, что он будет брать винные пары Видимо, слишком сильно по мане тратишься в таком случае И решил через пассивку Панда через пассивку тоже... Вполне такая хорошая, хорошая тема Как же Джонни тут... Я сначала подумал, что это Дайси взял Панду И, кажется, даже озвучил это Ну, потому что на... Оп, какое дыхание классное Сейдил, привет Всем, друзья, здрасте Возревают проблемы Да, и Панда, естественно, хороша еще в том числе Винными парами, которые пока не взяли Но, мне кажется, на четвертом-то уровне он не будет брать вторую пассивку А возьмет как раз винные пары Винные пары делают много всего Это заклинание без ограничения по количеству целей Оно кидается То есть кидается кружка с Элем Задевает группу врагов Уменьшает их скорость перемещения На 15-30-45, кажется, процентов Раньше вообще на 50% с первого же уровня была И фиксировано 50-50-50 И люди начинают с пьяни просто промахиваться У них появляется промах Там 45-65-85, как-то так Сумасшедший дебаф, который ты тоже не можешь игнорировать Если будешь игнорировать, то у тебя Ну, считайте, дебаф с первого же уровня 50% по наносимому урону Той группой людей, которые, ну, которые попали под винные пары Поэтому надо диспейлить И на самом деле у эльфа есть проблемы с диспалом винных паров Потому что кроме виспов ты с ними никак справиться не можешь Ну, правда, скорее всего, он будет справляться с пандой через второго Димку И это очень логичная штука Но панда уже сейчас великолепно себя показывает То есть она там убила Арчу, убила Тролля Поубивала энтов Ой, как же здесь энтов-то много вообще Лорницы, лорницы, лорницы Ну, эльфа, все стандартно Единственное, что я не вижу Демон Хантера Как бы, да, вот он начал его делать После лорницы Что странно Особенно, когда на тебя бегут футменами Панду вообще не трогают У нее и когти есть И кольцо регенерации В целом, непонятно здесь, что уже осталось Джонни делать Надо валить Кто успеет Кто успеет Один футмен точно не убежит А вот странно, кстати Что Джонни не делает Не делает магас То есть вроде как уже должен под панду Чтобы она пришла и ману подрегенила Но, скорее всего, он будет делать магас Когда панда будет уже подходить А, нет, магас уже есть Все, беру свои слова назвать Извиняюсь Магас готов Прекрасно играет Джонни Кейдж Потому что для панды Панда это мега зависимый от маны Герой Прям Ну, как МК Как Как кто еще Кто у нас там Как Варден Панда быстро бягает Кажется, панде вместе с остальными героями Добавили скорость перемещения А, нет, у нее сапоги еще есть Офигеть Ну тогда, когда всем добавляли И тоже А Касл это Это грифоны А че Че за вопрос Так удивляются Что же будет Что же будет делать Хотя там две лорницы Может быть Масхавки Но Масхавки делать Не, нормально Масхавки хорошая тема Нет Может все-таки Это развод с танками Панда просто очень хорошо Еще сочетается Со всяким С разного рода разводами То есть прибегает Сдувает виспов Ты вообще не можешь ничего чинить Да, это танки Вау Три Три воркшопа Комментатор-наблюдатель Снова показывает ничего И он так окружили тролля Просто пилит его Где-то вне панда На базе противника Да, бывает такое Очень грамотно На самом деле Сейчас действует Дайс Ставит Эншенту винт Чувствую Советы нейтрона Но правда продолжая делать Дриад А ему нужно делать еще Грейт на Нечу Блэссинг Прямо сейчас На экспанде И добавлять еще По одному Эншенту вору И на мейне И на экспанде Дриады ему Вообще Не пригодятся Против танков Это Это очень сомнительный Лимит Урона не наносят Никакого Замедления на танке Не работает Отравление соответственно Эншенту винт Согласен Фейрифайр В первую очередь Минус армор Может он же сделан Кстати Да, и вторая пассивка У панды Вторая пассивка У панды Вторая пассивка У панды Да Он не играет Вообще Через Дранкенхейз Как она бегает Просто Всех убивает С чего началось Представляете Сразу такие Заготовочки Страты Нейчер Блессинг Пошел Окей Но Димка начинает Потихонечку Нейтрализовывать Панду Не добегает Димке тоже нужны Ботинки Если он хочет Нормально у панды Выжигать ману И пошли танки За кого болеем Тут вообще Все наши Видишь Флаг 1 Флаг 2 Гиппогриф делается Вот если После этого Не будет сделан Талон То Значит С нейтроном Немного Дайс По этой стратегии Общался Ancient of War Делается Это правильно И второй Это тоже правильно И талона Он не делает Это косяк То есть Гиппос нужен Для того Чтобы увидеть Куда бегут Танки Чтобы Ну Контроль карты У тебя был Даже на такой Карте Повешенный Например Гиппогриф Где-нибудь На лесе С мэйна Очень помогает Да не Не гуд реакшн Забей Это Светокличение Минус рабочий Но он не продавит Здесь Он убьет рабов Может быть У него Такая задача была Пострелять по рабам Да Танки едут уже Медведи делаются Тут Очень Очень Конечно Сложно Атанка Всегда Отбиваться Панда Возвращается Домой Да В результате Эта атака Для Для Дайса Оказалась Плюсовой Панда Возвращается Пытается Помочь Хотя Может и не Помню Ооо Ой Нет Не заблочил Блин Красиво Вот Не хватает Одного Двух талонов Здесь Безусловно Не хватает Медведя Дриада Вообще Здесь Ничего Не делает Гиппогриф Повешенный Там Короче Да Если Не хватает Опыта Справляться С танками То есть Пара Талончиков Никаких Ну Дриаду Можно было Одну Сделать Одну Для того Чтобы Там Ну или Для Криппинга Ладно Там Если Совсем Нечего Делать То Можно Достраивать Дальше Дальше Таким Таким образом Это Очень Странное Решение Может Не убежать Панда Да Панда Минус Минус Пятая Панда Он Уже Никак Не убежит Потому Что Став На КД У него Прикопка Есть И А может Убежит Она Довольно Шустрая Убежит же Сколько У Кипера Ну тыкни на Кипера Сколько У него Там 50 Маны Сколько Я в шоке Не Подблочил Тоже И при этом Он выиграл Дофига Времени Танки Уже Начинают Уничтожать Все Первый Приоритет Конечно Это Мунвелла Потому Что Уничтожение Мунвелла Гораздо Более Просто Чем Деревья Ну Вообще Магазин Скорее Всего Магазин Может быть Алтарь Если Есть Вражеский Герой Какие-то Подбитые То Алтарь Тоже Прекрасная Цель А потом Мунвеллы Просто Просто Мунвеллы Ооо Став Пандой Был бы Классный И Сейчас Сдует Веспов Ой Минус Все Веспы Вот Как Она Хорошо Сочетается С танками Великолепно Просто Великолепно Джонни Полностью Контролирует Уже Ситуацию Конечно Из Ириз Гоиндаун Талончик Появился Хорошо Молодец Ё-моё Купил Телепорт Ооо Посмотрите Сейчас Что будет Панда Летит Панда Летит Она Может Все Сдуть Эта Игра Закончиться Может Из-за Невизной Панды И Димка Ее Не Видит И Сейчас Будет Ой 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 Просто Почти Шестая Панда Минус Все Веспы Которые Были Рядом И Пошел Мунвеллы Бить Может Понимаешь С двумя танками Справиться Ну Все Это ГГ Для Дайса Вот Проталонов Тот Говорит Ну Тот Тоже В танки Какое-то Время Играл Он Помнит Как Это Контрри От Эльфа Но Игра Очень Класс Я согласен Зоги Да Веспов Нет Добычи Нет Панда Подбегает Успе Убивает Еще Последнего Веспа Да Высасывает 27 маны И панда Еще Шестая Будет После Следующего Кила На дереве Будет Шестой Сто Процентом Выход Будет Эльфа Сейчас Смотрите Да Джонни Кейдж Такой Вадидасе Настоящий Слэв Гай Да Паш Да Как Такой Да На С кем Ты со мной Хочешь Пос... А там Кто-то Телек Смотрит Сзади Типа Че ты орешь Там Реально Кто-то Валяется И смотрит Телек Сейчас Кто-то Ливнет Да Правильная Еще Мысль Была Тодо Что Не надо Было Выходить С лимита 50 Потому что Ну в этом Нет резона Абсолютно Экстра Лимит Который Мог бы Появиться И поэтому Кстати Поэтому Уже не надо было Дриадами заполнять Лимит до 50 Он тебе Не сильно помогает То есть тут скорее Экстра лимитом Ты не сможешь Противника пробрить А при отбивании Тебе Скорее Нужно больше Там Веспов Деревьев Всего Вот этого И возможно Не надо было Идти просто В какую бы то ни было Развлекательную агрессию Ну вспомните Того кипера Который с этими С дриадками Много времени Провел Ну кипер мог Помогать отбиваться От И от танков Соответственно И от панды Прикапывать ее Но самая большая проблема На мой взгляд Это то что Во-первых Перестроены были дриады Не вовремя были построены талоны И не вовремя построены на медведя Надо было тыкать Т3 Прям значительно раньше Вот И было бы все получше И потом Время вообще работает Не на человека Который с танками Потому что Когда на карте Только две шахты Танки тебя кормят Ты Твоя задача Просто отбиться У тебя растут герои У тебя работают две базы У тебя все хорошо Поэтому Да Нужны аовы Нужны виспы Сплит Талон тан Талон туп Гиппогрейф Который висит Не у себя на базе А где-нибудь там Над лесом У противника Либо над мейном Либо там где-нибудь По центру Просто для того Чтобы видеть Чуть заранее Сколько И куда Танков едет Для того чтобы ты мог Ну и панда куда бежит Для того чтобы ты мог Адекватно разделить Свою армию Потому что Одна из сложностей В танках В том что Хомоны Грамотные Которые танкисты Они нападают Синхронно И с разными Ну с разными Грубо говоря Армиями Два танчика сюда Панда туда Два танчика еще там В третье какое-нибудь место Русич привет Михаил сегодня Все четыре финала Лизеров Я не знаю Какие там финалы Я нацелен на просмотр Только наших товарищей Вполне вероятно Мы отделаемся Тремя матчами Потому что все-таки У меня там еще Икс Ком И он очень интересный Очень интересный Если вы не смотрите Икс Ком Сейчас блин Сейчас самый лучший Трай Победный Сто процентов Сегодня штурманули Региональный штаб У нас толпа ученых Инженеров Всего три трупа К сожалению Сегодня мы потеряли Полимерщика Да усталые люди После штурма Но Ребята живые Да и не нужны ему Было это все Он просто не сделал Один грейт на атаку Билл Смерть Вообще он делал грейт Я понимаю что это шутка Но он делал грейт на атаку Естественно На те деньги Вместо Дриат Два МГ Сделали бы Два талона Отбился бы Изи МГ МГ Это альтернатива Неплохая Да Это неплохая Альтернатива Они наносят Приблизительно Такое же На свой Лимит Ну если мы Пересчитаем Что МГ Это почти два медведя Что если ты дрыны Берешь У них Сидж дэмодж Хоть и медленный Но Все равно Ну короче Разницы На самом деле Между МГ И медведями По дамагу Нет Но у медведей Есть безусловные плюсы Они тебе решают Еще проблему С Лечением И Еще есть Рык Так что я думаю Что Учитывая Вот эти вот факторы Лучше медведя Чем МГ Против танков Нити говорит МГ лучший выбор Да Вот это я понимаю Аналитика Аргументы Все как Все как мы любим Ну что У нас Кипер И Архмаг В этот раз Игра будет Гораздо Гораздо Более стандартная Ну На новый Стандарт На новый манер Чуть-чуть Не достоял Пришлось Окей Плохие кстати Артефакты Как Джонни играет Когда там Кто-то сзади Телек Смотрит Причем он Не в наушниках Еще сидит Понимаете Пошла зачистка Экспанда По поводу Икс-Кому А с чем он придет У него есть Достойная Интересная Замена Или нет Я понимаю Что он скучает Но я то нет Мне очень интересно Да он убьет Здесь конечно Пионер Вот Втанк добивает Нет Ну Кипер Получил Третий Но у него Маны Все равно Нет Там не догоняющего Никакого Экспанда Хантерс Холд Добавляется Похоже это будет Какой-то тайминговый Пушек с медведями Можно попробовать Вышку Собрать Три Арчи Двое Перечинивают Почему он не прячется Я не пойму Арчи Уже надо было делать На прошлой выставке Ну хотя бы на 50 Голды бы развел То есть понятное дело Что там Арча бы никак не убежала Хотя бы частично Заставить человека заплатить За ее жизнь Ну Кипер штрафует Футменов Он это умеет Я люблю Карнивал Я никогда не был в Калон Карнивал Я бы хотел Идем с тобой Один день Таат Но я думаю Ты мне говорили Ты не любишь Этой вещей Да И по Дайс Ты имеешь Создать Повторые Приходит Приходит разведка Снимает Снимает Сдвигает Атаку Тайминговую Дико Стик спрашивает Ну что Мы делаем Очень медленную Ну мы Это сразу Я за эльфов Начинаю болеть Мы делаем Мы делаем базу Более позднюю Очень странная база И к тому моменту Когда к нему придет Пуш Да 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 Тот как раз Рассказывает О том Что нужно сделать Джонни Кейджу Чтобы в такой ситуации Наказать За такой поздний экспант Просветил Проблемы есть С арчами Арча падает Да что Такое бывает Ну до контроля Арча Еще минус Арчи Да Дайс Не до контроля Вот он еще один труп Ну я слышал крик И сейчас вижу труп Стало быть Да Ну здесь не выигратель Должен 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 Очень сильно Очень сильно Сейчас накосячить Джонни Кейдж Минус уже Четвертая арча Динай Динай сделал Это минус телепорт Неа уже откатился Нет может не успеет А вот после таких ошибок Ну еще парочка таких ошибок И можно вернуться И можно вернуться в игру Да 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 Это странная тема То есть реально ему телепорт Особо не нужен И этот риск был Абсолютно неоправдан Вот Потому что Твоя следующая атака Она Ну скорее всего Будет финальной Сейчас Джонни же будет выходить Из лимита То есть он не будет Там сидеть на 50 Сейчас два барака Заряжаются И погнали Разница колоссальная По лимиту 50 Вот после лонг райфл Скорее всего Он еще рифла закажет Как это же не весело Там кто-то подошел к нему Посмотрел Что происходит Лучше бы они стрим Посмотрели на плазме Реально Это какое-то Какие-то странные У тебя друзья Которые В то время Когда ты играешь За квоту На европейском турнире За выход из группы Смотрят Какой-то не лайф Вообще Они еще понимают Какой здесь уровень Вообще Они там 10 секунд Махали Понятно Я не смотрел Просто на вебку Игра захватила Полностью Они просто старкрафтеры Близ Какая беда Посмотрите Дайс пытается Выиграть время Выиграть время Джонни 60 лимит на 40 Он правда Ну делают по 2 рифла По 2 приставят Хорошо Сейчас до заказа Уже 70 будет Еще бы Но вот такими побегушками Можно Ай Тод PUBG играет Как я услышал 60 Не дозаказал нормально Джонни Кейдж Хотя у него лимит есть Деньги есть Он Во время Если бы они смотрели Стрим на плазму То Джонни С турнира бы Сняли за стримопальство Так он же спиной сидит 70 лимит на 50 Это не стандартная ситуация Обычно Эльфы в такой ситуации Уже имеют возможность Дозаказать 2 медведей Вот Что же здесь Дайсу нужно сделать Чтобы отбиться Он пытается выйти Одним медведем 52 Два Пока развлекает Но там правда Застройка идет Пошел в магазин еще А брать веспов Да, я вижу Веспов справа Надо врываться уже Если ты не хочешь Сражаться потом Против еще парочки башен Надо врываться Тем более лимит Сейчас уже такой Чуть-чуть получше стал 74 на 60 Пытается засклютить центров Погнали Где там эти виспы Вот кто там Кто Два виспа идут Что здесь можно отбиться Хотя вышки уже достраиваются Не или не сложноват Там еще свиток лечения есть Да, ггшечка И ну Потом еще свиток лечения Уже можно свиток Кстати взять Да, можно забить на него Хотя лимит сопоставимый Но проблема главная С вышками сейчас Вот с этими Потому что Уже их три Четвертая ставится И экспант уже не Эри Преп Херрис говорит Добрый вечер, Миша Спасибо за варкафт Хорошо стрим Спасибо, что пришли Спасибо, что смотришь Будем болеть Ну, в данном случае Конечно, болеть Особо не за кого То есть Оба молодцы Но Джонни Кейдж Больше молодец Чем Дайс Вот Уже Уже отчаянная попытка Эльф не долечился Три вышки Начинает атаковать Магазин Демон Хантер Но этот не пробит Еще вышка Смотрите Чинится Долгое время Вытанковываю Волан Да нет Да нет Да нет Не может он это пробить Смотри Да, тот уже такой I don't know Ну, типа Ну, вряд ли Не знаю Четыре вышки Че вы хотите И перенацеливает Джонни Кейдж Кстати, грамотно Вышку сразу на кипера После пары выстрелов Быстрых по медведю Без маны Он увидел, что Флэмстрайк Да, от своих Жги, чтоб другие боялись 54-61 Ну, Димка Бедолага Вышка там танкует Просто ее чинят Очень долго чинили 54-59 Медведь падает А вот после Этой атаки У нас будут проблемы У эльфа будут проблемы С защитой дерева Потому что до того, как О, Рифла почти убил козел Такой урон С руки Сарбы Вообще Я забейте Все Это финал Там никаких планов Дайс уже не строит На игру И Под ударом Эксп Не знаю, не могу ничего поделать Я всегда Рассматриваю такие ситуации Со стороны эльфа И если он проигрывает То Я тоже проигрываю Минус эксп Забавно, что первый Бладмейдж высаживает Третьего демона И остается полный ман В итоге Да, но он не наносит урона И его заклинание Все-таки имеет минусы В виде В виде прерывания Все-таки Но Да, это самое Есть два аналогичных заклинания Одно у Рейнджерки Другое у Бладмейджа Оба за эти заклинания Появились в ТФТ Один Дрейн Лайф Другой Дрейн Мана Все И Работают они По схожему сценарию Персоналка Дайс не сдается Кипера спасает На последних Два медведя Пытаются отбить вышки Там Четыре вышки Это плохая идея Еще минус мишка Нет, к сожалению Тут никак уже Персоналка пошла Пытается Сколь рарь элементарь Можно вызвать Элементарь А, тут Тут Магазин Бутылка Телепорт Вот в Дрейн Лайф Можно было на своих кидать Как у Бладмейджа Кстати, хорошая тема Я не знаю, почему Не сделали такую механику Вроде логично Ну правда, тогда Уман это Ты можешь сверх Получить жизни Там другая механика Просто представь Тебе, один герой Здоровый А другой Нездоровый И ты такой Хм Поменяюсь-ка я местами Сделаю так, чтобы Один был здоровый А другой нездоровый Ой, погоди Какой в этом смысл То есть Мана это не такой Как бы жизненно важный ресурс И у Бладмейджа же Бладмейджа же ГГ Димка падает У него же механика Такая, что Ес Да Квота В финале Джонни Кейдж Все-таки Да, там руку подняли Хорош Красава Джонни Кейдж Смыслом мало Редактор субтитров